Эта жизнь лишь миг один, прыть к жизни в будущей и вечно, не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим. Ребят, что я хочу сказать, иногда мы попадаем в стрессовую ситуацию, когда люди вокруг напряжены, атмосфера раскалена, что-то идёт не так. Люди охвачены тревогой, возможно в поездке или по семейным обстоятельствам, всё идёт не очень. Вы, может, не поверите, но что я делаю в такие моменты? Иногда. Не всё время, да? Иногда. Что я делаю? Я не имею в виду такие плачевные ситуации, как смерть, несчастный случай, что-то ужасное, а я говорю о чём-то менее серьёзном. Скоро я приведу вам примеры. В такой ситуации обычно я стараюсь рассмешить людей. В такой момент стараюсь развеселить людей. Можете подумать, что я сумасшедший, но серьёзно, это срабатывало. Я делал это несколько раз. Однажды мы поехали в Хадж, и в день Хаджа мы возвращались из Мекки прямо в Мину. Из Мекки в Мину. И на самом деле это была очень длинная поездка. В транспорте. В транспорте, который не двигался. Мы застряли с тысячами, с десятками тысяч автомобилей. У всех автомобилей включены двигатели, выхлопные газы проникают через окна, а кондиционера там нет. Представьте, окна открыты, выхлопные газы попадают час за часом. Четыре часа на дорогу из Мекки в Мину. Обычно такой маршрут занимает минут 10 или 15, но из-за Хаджа. Всё это затянулось. И мы посреди всего этого. И не проехать вперёд, не вернуться. Люди напряжены. В транспорте нас было восьмеро. И знаете, что я сделал? Я знаю, время Хаджа. Просто чтобы развеселить всех. По сути, я мог сказать, покинем транспорт, выберемся. И теперь вина падает на меня. Дескать, ты же имам, ты сказал нам сделать это. И я подумал, нет, всё-таки что-нибудь сделаю, порадую всех. Шутками. Я просто хотел их рассмешить. И вся поездка, оставшиеся 2-3 часа до самой Мины, продлились с радостными лицами. Они были счастливы. Мы прекрасно провели время вместе. Кроме одного парня, который был просто без позитива. Просто не хотел улыбаться, смеяться. Об этом я и хочу сказать. Некоторые люди, они просто грустные люди, подавленные. Если вы один из таких, и при вас шутят, порой даже, когда кто-то шутит, некоторые люди сходят с ума. Не хотят смеяться. Печальные люди. Они хотят сидеть как учёные. Важные такие в очках. Сидят и стараются препарировать всю шутку. Это не смешно. Это не смешно. Разберут всё по косточкам. Нет, нет, это не смешно, не смейся. У меня плохой день, и у тебя пусть тоже будет. Да что такое с тобой, парень? Дай людям посмеяться. Если люди хотят быть счастливыми, быть радостными, пускай будут. Не мешаем. Ладно, хорошо. У тебя плохой день, иди сядь в угол, и смакуй его дальше. Дай людям быть радостными. Бывают порой такие люди. Сами подавлены и хотят подавить других. А вот ещё как-то раз. Я был в Испании. Мы отправились в горы и потерялись. Никакой навигации, навигатор вообще не работает. Посреди гор, по-настоящему напуганные. Это ночное время, около двух ночи. Если уснём и упадём, будут серьёзные травмы. Человек девять в одном фургоне, столько же в другом. И я сказал себе, знаете что? Сейчас я буду их смешить. Ведь если вы будете унылым в такой момент, Бог знает, что вы там себе надумаете. Нас схватит джин, и случится то, это. И знаете что? Мы просто от души посмеялись. Ведь ты разряжаешь всю обстановку. И каждый мысленно отключается от ситуации. И я проделывал это порой даже со своей женой. Когда видел, что она подавлена. Что-то идёт не так. Порой мы спорили. И посреди спора я её смешил. Я её смешил. И она смеётся. Говорит, ах ты такой сякой, как ты мог меня рассмешить? Когда я в таком настроении. И смеётся, её настроение меняется. И вот мы уже оба в норме. Я делал это не один раз. Это очень хороший способ вернуть человека в норму. Из негативного настроения в позитивное настроение. Я не делаю это постоянно, ребят, поймите правильно. Не то, что я всё время шучу, смеюсь, но вы можете использовать этот механизм, чтобы осчастливить людей. И я лишь хочу сказать, пожалуйста. Если вы человек, накапливающий в себе печаль, то вы и будете печальны. Если вы впустите радость в себя, вы сможете стать счастливым, где бы вы ни были. Пусть даже вокруг всё идёт не так. Если вы хотите создать счастье внутри себя, вы создадите счастье внутри себя. Это всё внутри вас. Кажется, Ибн Сина, Авиценна, сказал, «Если вы облокотились о стену, прильнули к стене, и говорите себе, при этом будучи абсолютно здоровым, «Мне нехорошо, нехорошо мне, что-то не здоровится». Вы заболеете за считанные минуты. В течение часа заболеете. Если будете себя накручивать, «Мне плохо, мне плохо». И Ибн Сина сказал, «То же самое наоборот. Если человек болен, и он говорит себе, «Пожалуй, я в порядке». «Да, я в порядке». И будет себя приободрять. Он вытащит себя из больного состояния и изменит его на здоровое. Просто приободряя себя, излучая изнутри радость и позитив. Я лишь хочу сказать, братья и сёстры, всё это внутри вас, в вашем сознании, в вашем разуме. И если вы хотите быть счастливым, вы будете счастливым. А если хотите быть печальным, вы будете печальным. Что делать вам, решать вам. Но лично я пришёл к тому, что даже если ситуация идёт не так, просто будь счастлив. Найдите в себе позитив, будьте радостным. И иншаллах, ситуация станет радостной. Иншаллах, у вас изменится настроение, и мир вокруг вас преобразится. Джазакуму Аллаху Хайра, нассаляму Алейкум, урахмату Аллаху Баракату. Это жизнь лишь миг один, прыть в жизни будущей и вечно. Не будь же глупым и беспечным, не делай зла и бед другим.